Фирма Мирал. Представляем. Здравствуйте! Привет! Сегодня играет школа номер 126 и 36. Школа 126, первая, приглашается на нашу игровую площадку. Судя по всему, не очень торопится. Привет! Привет! Слухай! Выседший Заводский школа номер 126 с углубленным изучением английского языка. В пользу случаем наша команда хотела бы передать привет всем родным, близким, учителям и директорам. Мы представляем нашу школу. Итак, приколы нашей школы. Алло, алло, скажите, это школа? Я разговора так ждала. Я вам ребенка мужского пола, там у Литвы семья отдала. Мы слышим вас, прекрасная мамаша. Да, сын ваш учится у нас, и от него дрожится школа наша. Остальное, высший класс. Вчера он стекла перебил, на меднюю кошку придушил. Двух одноклассников избил, а в основном прекрасная мамаша. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, мне нужен этератор. Отвыку я хочу спросить. Ведь говорят, учитель виновата. Но не сумели ж научить. Простите нас, прекрасная мамаша. Но в русском слабый ваш сынок. И в голове его сплошная каша. А остальное чики-чок. Диктат на двойку написал. Купцом Анигина назвал. Потом учителя послал. Чертей журнал нарисовал. А в остальном прекрасная мамаша. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, директор, вы сказали, я так обижена на вас. Зачем же вы милицию позвали, а когда мой сын подбил вам глаз. Ну как же так, прекрасная мамуля, терпеть не можем мы никак. Всего того, что сделал ваш сынуля, устроил в школе кавардак. Он с первоклассом курил, а с третьим классом пиво пил. По школе семечки сорил, девчонок матом всех покрыла. А в остальном прекрасная мамуля. Все хорошо, все хорошо. Школа номер 36. Привет. Привет. Мы представим команду из школы номер 36. Я капитан команды в особенном открытии. Право от меня по интересам. Дмитрий Селев, Китаев, Андрей. А можно привет передать сейчас? Передавай. Мы передаем привет всей школе, директору, классным руководителям и, конечно, заучу нашим и всем родным. А сейчас будет у нас третье представление. Передавай поиграем и, конечно, узнаем, что за чудная эта игра. Я играю в Sony PlayStation и Nintendo. Это класс, это класс. Но играть в футбол с друзьями лучше ты еще раз. Телебой. Давненько мы на машинках не катались. Верите ли, что здесь виртуал рейсинг? Нет, нет. Правильно делаете. Еще столько же кататься не будем. Это хоккей. Хоккей 97-го года. Кто играет от вашей команды? Агафонов Алексей. Китай Андрей. Занимайте игровые мысли. Итак, за игру «Верю, не верю» обе школы получают по одному. Голы ворота противника. А за представление команды школы номер 126 получают 2 очка. А команда школы 36 получает 1 очко. Молодцы. Телебой. Итак, сегодня за капельчей Мерсайл 97 встречаются в школах 126 и 36. За школу 126 играет Агафонов Алексей, команда «Торонто». За школу 36 играет Китай Андрей, команда «Стантлив» Глюнг. И вот первое удаление в матче. Удаляется игрок «Торонто». «Торонто Мэйфл Липс». На 2 минуты. Он отправился на скамейку штрафников. Сбрасывание в середине поля. Итак, атакует команду. Там плюс, груз, удар. Нет, гола не было. Еще удар. Да, опасная была первая атака на первых же минутах матча. И вот сейчас опять нарушение похоже. Нарушение было очень грубым. И удаление. Удаление на 2 минуты. И теперь... Даже обоюдное удаление. То есть игрок из «Торонто» сел на скамейку штрафников и игрок «Ст-Луиса». И теперь у команды «Ст-Луис» численные преимущества. Посмотрим, сумеет ли команда «Ст-Луис» реализовать его. Да. Сбрасывание, шайба уходит. Попадает к игрокам команды «Торонто». И теперь команда «Торонто» в атаке обоих одного. Да, защитник достаточно легко прошел по «Ст-Луису». Но вратарь, вратарь оказался на высоте в данном случае. Команда «Торонто» в атаке отходит вратаря, пытается ударять. Нет, не дали, не дали просто-напросто защитнику ударить. И что фиксирует судья? Суфья фиксирует «Овсайд», а не «Игры». Убрасывание в середине поля, рядом с синей линией. Да, Игорь, нужно сказать, что игра началась достаточно спокойно. И вот первая шайба в воротах. Да. Это фиксирует «Торонто» в атаке открывает счет в сегодняшнем матче. Тем самым счет становится 1-0. Прекрасную шайбу, на мой взгляд, забивает игрок «Торонто». Да. Забивает ее в меньшинстве. Да, я думаю, что эта шайба была не только очень покрасивной, но и трудовой. То есть очень сложно забить шайбу, имея, в общем-то, меньшинство. Опять команда «Торонто» в атаке. Достаточно агрессивно действует фиксирует «Торонто». Вот, команда «Сан Кьюиса» наносит удар поворотом. И в атаке команда «Торонто». Нет, снова команда «Сан Кьюиса» атакует. Проходит удар. Вратарь, вратарь показал свое мастерство. И добивание. Но добивание, я думаю, уже было сложно забить, так как угол был очень острый. Вот не первый раз я вижу, как защитник, четвертый номер «Торонто» проходит по правому флангу. Вратаря удар. Вратарь на высоте оказался сейчас. Нужно напомнить, что Агафонов Алексей играет за команду «Торонто», она в синей форме. А Китаев Андрей, который играет за 36-ю школу, играет за команду «Сан Кьюис», которая в белой форме. Вот сейчас как раз он был в атаке. И счет, с учетом игры «Верю, не верю», сейчас 4-2 в пользу Алексея Агафонова, который сейчас как раз атакует. И так остается 8 секунд до конца первого периода. Счет 1 номер. И звучит свисток, первый период оканчивает. Первый период. Телебой. И сейчас. Как начинается второй период. Хочу напомнить, что Агафонов Алексей играет за команду «Торонто», а Китаев Андрей играет за команду «Сан Кьюис». И судья фиксирует «Оффсайд», да, в «Игры», поторопился сейчас один игрок. Киев команды «Торонто», раньше «Шайба» вошел в зону соперников. И теперь «Взбрасник» происходит в центре поля. Да, счет 1-0 сейчас по игре. Киев «Торонто» забили в первом периоде «Шайбу», находясь, кстати, в меньшинстве. Мы же знакомы, что команда поменялась в поле местами. И теперь команда «Торонто» меня атакует снизу. И вот снова встать, фиксируется идея. Что-то у нас сегодня игроки «Торонто» очень поспешно вырываются к воротам. Сан Кьюис и Блюзов. Да, но, видимо, они выдушевлены своей первой шайбой, которую они провели в первом периоде. И вот снова они в атаке. Команда «Сан Кьюис» перехватывает шайбу. И бросок очень опасный бросок, а ты виден, но на добивании не получилось у Китая и в Англии. В атаке. И судья фиксирует третий обстанк буквально за первую минуту первого периода. Торопится, видимо. Очень хочется провести еще одну шайбу к киевцам. Торонто «Мэйкл Ливз» и, соответственно, Агафонову Алексею. Команда «Торонто» снова в атаке. Перехватывает шайбу в игру команды «Сан Кьюис». Бьет, неудача, защитит. Прекрасно работает. Да, постарковал он своего вратаря и принял шайбу на себя. И вот уже... Игрок команды «Торонто» снова в атаке. Хорошо сегодня играет команда «Торонто», я считаю. Прекрасно работает, взял Питер и игроки очень хорошо атакуют. Да, вратарей, в общем-то, такой достаточно небольшой счет для хоккея уже в втором периоде 1-0. Я думаю, здесь немалая заслуга вратарей. Команда «Торонто» снова в атаке. Да, но очень опасный. Ай, опасный момент был за вратарей. Крутом вратаре, я думаю, перевел эту шайбу. И отвел угрозу от команды «Сан Кьюис». И теперь в атаке команда «Сан Кьюис». И сейчас происходит нарушение, но шайба никак не кладется игрокам команды «Торонто». Сан Кьюис есть возможность забить. Да, но нет. Хорошо сыграл вратарей, сейчас будет удаление у команды «Торонто» «Мэйпл Ливз». Она снова остается в меньшинстве, и, как знать, может быть, как раз в меньшинстве ей удастся провести вторую шайбу. Хочу вспомнить первый период, когда команда «Торонто» в таком численном меньшинстве добила прекрасную шайбу, пока единственную на нашей игровой площадке. И вот, ну, они в атаке, он получился второй раз, нет. Игроки команды «Сан Кьюис» прихватывают, да? Нет. Шайба оказывается у игроков команды «Торонто», и вот теперь прекрасная прохозка. Да, в защите хорошо играет «Сан Кьюис» во втором периоде, уже мяч. Игроки команды «Торонто» «Мэйпл Ливз» и «Агафонов Алексей». Тем самым делай счет с учетом очков, полученных в игре «Верю, не верю». И в конкурсе за представление счет становится уже 5-2, и я думаю, он уже сделал достаточно большой задел на победу. И очень трудно будет в 36-й школе отыграть преимущество. Я фиксирую это в сайте, я хочу напомнить первый период, как прекрасно «Торонто» сыграл в меньшинстве, и во втором периоде она повторяет свой подвиг, также сбивает шайбу в меньшинстве. Да, может быть, у них это наигранные комбинации, которые они проводят, имея, так сказать, меньше игроков в своем составе, нежели соперник. И вот команда «Торонто» снова заатакивает. Ой, очень далекий бросок, я думаю, все-таки он не представлял труда для галкипера «Сан Кьюиса». Итак, 39 секунд остается до конца второго периода. Да, и похоже он, я думаю, так, наверное, и закончится, что и в втором периоде, если одна шайба улетела в ворота «Сан Кьюис», и станет единственным в этом периоде. Проброс фиксирует шелья, и вбрасывание шаль будет у ворот «Сан Кьюиса». А теперь вопросы для телезрителей от компании «Кока-Колы Энштейн» Нижний Новгород. Вопрос первый. В связи с каким событием в 1923 году контурная бутылка «Кока-Колы» получила название «Рождественская»? И второй вопрос. В качестве какого лекарства был придуман сироп «Кока-Колы»? Итак, третий период. Здравствуйте, он происходит в центре поля, и игроки в очередной раз поменялись своими местами. Теперь команда «Торонто» играет сверху, а команда «Сан Кьюис» играет с ней за «Кока-Колы Торонто». И студия в очередной раз фиксирует ковстай. Нужно напомнить, что хоккеисты «Торонто» в синей форме, за них играет Агафонов Лисей, 126-й школы, а за команду «Сан Кьюис» Близ, которая на нижней половине поля в белой форме, играет китаев Андрей. И нужно сказать, что сейчас с учетом всех конкурсов и по игре счет 2 в пользу хоккеистов «Торонто» Майкл Лис. И вот в атаке команда «Сан Кьюис» там делал проходку, удар. Я считаю, что в принципе несложно было галкиперу отбить эту шайбу, поскольку она была не тщательно продумана. Да, но тем не менее она ее опасно очень отбила перед собой. Игроки «Сан Кьюис» могли добить эту шайбу в ворота своего соперника. Очень заметно, что игроки «Сан Кьюис» в третьем периоде пытаются как можно больше атаковать. По первым двум периодам у них было очень маленькое количество атаков. Да, но им ничего не остается делать. И вот очень опасная ситуация у ворот «Торонто» Майкл Лис. Но сейчас игроки, мне кажется, промедлены просто с броском. Ворота были пустые. И я думаю, бросим пораньше, шайб попал этот ворот. И вот команда «Торонто» не продолжает. Да, оставит, оставит. Я снова дефектировал, оставит. Я думаю, уже седьмой или восьмой в сегодняшнем матче. Второй безкоманда «Торонто» ей хочет добить как можно больше голов. Ну да, она и так сейчас уверенно выигрывает достаточно. Снова она в атаке. И очередной удар по воротам. Да. Да, удары дело не дошло. Брата, передача. Питачок. Брата, когда виновит. Да. Это опасный момент был. Не хорошо сыграл вратарь Сент-Луиса. Отвел угрозу своих пород. Галки теперь достаточно хорошо играет в этой игре. Обычная. Да, но Сент-Луиса вообще вратарь играет похвально. Просто ноль шайб, ничего он еще не пропустил. И уверенно себя чувствует пород. Список арбитра. Бум. Проброс. Проброс. Вбрасывание сейчас будет в зоне команды Сент-Пуис-Блюз и Китаева Андрея. Опасное сбрасывание происходит, потому что команда Торонто постоянно атакует. И вот еще одна очередная атака, удар по воротам. Прекрасно работает защитник. И он еще выходит в атаку. Удар. Ну опять. На этот раз уже кисти Сент-Пуису потрепились в ходу в зону. И в итоге вне игры. Была сорвана атака. Сбрасывание у синей линии. У зоны Торонто Мэйпл-Лис. И игроки Сент-Пуису обновили шайбу. Ну очень грубо. Мне кажется, да, грубо сыграл защитник Торонто. Я думаю, сейчас попробовал он сядет на скалинку. Тем не менее, судья фиксировал очередной офсайт. И бросывание будет возле синей линии. Это была команда Сент-Пуис-Блюз. Вот, писты Сент-Пуису перешли в атаку. Бросок достаточно свободный. Угрокарь Торонто взял эту шайбу. Продолжает, продолжает патковать писты Сент-Пуиса. Нет, до броска так дело не дошло. Уже команда Торонто не получается. На мой взгляд, там игроки команды Сент-Пуис слишком далеко. Ну да, но, в общем-то, нужно сказать, что броски от синей линии тоже опасны в этом хоккейне. Да, на его двумя число, что в сегодняшний майке побеждает команду Торонто Мэттон Льюс и Агафона Холюси. В сегодняшней игре победила команда школы номер 126. Это тебе от нашей генерального консора компании Кока-Кола Ничкейп Нижний Новгород. Да, проигравшая команда получает поощрительные призы от нашего генерального спонсора компании Кока-Колы Ничкейп Нижний Новгород. И аплодисменты зрителей. От победителей я жду торжественную речь. Я победил, потому что я играл в эту игру. Потому что нам очень хотелось выиграть путевку в финальную игру. Мы надеемся, что мы будем побеждать и далее. Надеемся выиграть в вашу школу. Даже так. Ну что ж, а теперь объявим, вернее, вернее, подведем итоги. У нас сложилась очень интересная ситуация. Одинаковое количество очков набрали две школы. Школа номер 77 и школа номер 126. Но дополнительных очков у школы номер 77 – ноль. А у школы номер 126 максимальное количество дополнительных очков. Восемь очков. А это значит, что 126-я школа проходит в следующий круг. Телебой. Телебой. Генеральный. Позор. Программы. Телебой. Компания. Космоскова. Инчкейп. Нижний Новгород. Телебой. Компания. КОНЕЦ. КОНЕЦ. «Нижний Новгород» КОНЕЦ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok